Музыку давно ушедших эпох ансамбль исполняет уже 30 лет. В чете «Инсула Магика» во второй раз. 20 лет назад коллектив уже принимал участие в фестивале «Цветущий богульник». С тех пор состав коллектива практически полностью поменялся. Из прежних артистов остался лишь его руководитель Аркадий Бурханов. Сегодня ансамбль «Инсула Магика», что в переводе с латыни «Волшебный остров», знают ценители музыки Германии, Австрии, Англии, Дании, Франции, Японии и Мальты. Во время концертов зрители не только слушают старинные произведения. Артисты рассказывают о композиторах и об инструментах, звучавших несколько веков назад. Эта гитара тоже появилась в таком виде в 16 веке. И в боку баронка буквально завоевала Европу. На ней играли даже корони, такие как Людовик 14, король солнца и король Англии. Мы предпочитаем играть на современных копиях, потому что все-таки инструменты прошлого, они с течением времени утрачивают свои звуковые качества. Инструменты мы заказываем везде. У нас инструменты со всего мира мы всегда привозим. Воздуховые инструменты из Германии, виола английская, например, клавесин сделан в Петербурге по итальянскому образцу. Людний у меня делает мастер петербургский, Михаил Фетченко. Теоргу я привез из Стокгольма. Для того, чтобы перенести слушателей во времена Средневековья, артисты облачаются в костюмы той эпохи. Правда, яркие исторические одеяния забайкальцы увидели только во втором отделении. Музыка Средневековья не предназначена для больших концертных залов. Чтобы уловить все оттенки, зрители старались создать максимальную тишину. В числе аудитории были и те, кто к этой музыке проявляет профессиональный интерес. Мы в этом году начал действовать ансамбль подобного рода. Мы играем музыку барокко. Называется Тейлеман ансамбль. Мы тоже обратились к этой музыке. Сейчас это вообще актуально вообще в Европе и у нас в стране. В родном Новосибирске артисты предпочитают давать концерты в небольших залах, рассчитанных максимум на 100 человек. У артистов есть постоянные зрители, которые приводят своих детей, чтобы приобщить их к шедеврам мировой культуры. Екатерина Станиславская, Александр Власов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok